Активисты общественной организации АбхазДеск уделяют большое внимание экологии. Один из проектов, направленный на сохранение чистоты окружающей среды, так и называется «Спасем мир от мусора». В этом году в рамках проекта было сделано немало важных и нужных дел для природы. Например, в Сухуме были установлены два смарт-аппарата, которые выдают порцию корма, если опустить в них пластиковую бутылку. Установили аппараты в Новом районе и на Маяке на территории Института экологии. Смарт-аппараты были куплены в Турции стоимость одного 2500 долларов. Обслуживают чудо-автоматы сотрудники АбхазДеска. Они ежедневно подливают воду, подсыпают корм, следят за техническим состоянием агрегата и собирают бутылки, опущенные в аппарат. Собранный пластик отправляется в пункт приема вторсырья компании «Экоапсны», а затем вывозится на переработку. Такие аппараты стоят лишь в нескольких странах во всем мире, и мы теперь в списке этих стран, что, мне кажется, очень круто для имиджа международного Абхазии. То есть вы свободно можете гордиться тем, что у нас стоят эти уникальные аппараты, которые, помимо прочего, они сами себя обеспечивают электроэнергией, то есть они на солнечной батарее. И также они полностью на абхазском языке, и когда вы опускаете в аппарат пластиковую бутылку, он благодарит вас на абхазском языке. С помощью смарт-аппаратов были собраны более двух тысяч пластиковых бутылок. Таким образом, гражданские активисты надеются сформировать традицию проявления сострадания к бездомным животным и поддержать идею раздельного сбора мусора и переработки отходов. В рамках другого экологического проекта на Синопском пляже в Сухуме появилась мозаика в виде чайки из почти 10 тысяч пластиковых крышек. Арт-объект, совместная работа, абхаз-деска и художниц Абщихагба и Диана Хиндба. Инсталляция появилась на бетонной плите. Интересно то, что человек, на самом деле, для того, чтобы быть художником, но я буду говорить о том, что меня волнует в первую очередь, ты можешь использовать любые предметы на сегодняшний день для того, чтобы говорить о том, о чем ты хочешь говорить. И способ мышления, когда ты можешь использовать все, что вокруг тебя, это очень важно, потому что для тебя открывает и тебя как личность, и новый язык. И что, в принципе, помимо того, что ты делаешь что-то правильное, используя как пластик, это правда экологическая проблема, но факт в том, что ты можешь и говорить на своем языке. В рамках беседы директор абхаз-деска Бетюль Маршан подчеркнула, что кризис с пластиковыми отходами, созданными людьми, угрожает природной красоте и экосистеме Абхазии. Этим летом Абхаз-деск совместно со специалистами Госкомитета по делам молодежи и спорту организовали плокинг-забег, в рамках которого на пляже Келосура было собрано 607 килограммов твердых отходов. Согласно правилам соревнования, команды во время прохождения дистанции собирали макулатуру, пластик, стекло, отходы, которые можно переработать. Больше всего на пляже оказалось металла – 243 килограмма, стекла – 206 килограммов, бумаги – 12 килограммов и еще 49 килограммов общего мусора. 12 команд были поделены между собой и в каждой команде взялся сбор вторсырья именно по категориям. То есть отдельно металл собирался, отдельно пластик, отдельно бумага и так далее. То есть мы объяснили, почему важно отдельно сортировать. Дело не в том, чтобы просто собрать все, что на пляже мы увидим, а именно научиться, во-первых, делить это все, понимать, что это вторсырье, что это не просто мусор, а вторсырье, то есть есть возможность повторной переработки, если есть ресурсы. Также мы показали, что можно это совмещать со здоровым образом жизни. В последний день лета Абхаздеск провела экологический кинофестиваль, в рамках которого была представлена насыщенная программа. Фильмы от молодых режиссеров, рассказывающих о том, как важно беречь природу. Мастер-классы, благотворительная книжная ярмарка. Все собранные средства ушли на покупку корма для бездомных животных. А гости мероприятия на эко-маркете могли приобрести продукцию местных ремесленников. В планах у Абхаздеска еще много важных и нужных проектов.